Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топи Геймс и с вами Куб Лдоя Сурвайвл. Получается игра уже понравилась части моей аудитории, получается что она набирает достаточное количество лайков и мы продолжаем ее снимать. Для того, чтобы вышло еще более количество роликов по этой игре, я предлагаю вам набрать целых 40 лайков, чтобы вышла четвертая часть Куб Лдоя Сурвайвл. С вами Куб Лдоя Сурвайвл и мы отправляемся в долгожданный бункер Браво, карта доступа в Браво и я с собой взял разрушитель и 20 моркови. Надеюсь, этого нам всего достаточно для того, чтобы пробежаться вот в такой вот бункерец и посмотреть, что же нас там ждет, насколько круто там все будет выглядеть и что можно самого главного забрать оттуда, чтобы все-таки мы готовимся пойти в бункер Альфа. Я думаю, что именно в бункере Альфа мы будем уже как бы развиваться по жесткому, то есть уже будет у нас все и огнестрелы и С4, не знаю, есть ли здесь С4, есть ли здесь вообще рейдеры, но пока что мы этого не узнаем. С самого начала мы приближаемся к бункеру. Мы видим, что там внутри сразу стоят какие-то зомбяшки и хотят непременно, конечно, впиться своими зубами в мою плоть. Итак, ну а мы активируем бункер. Открыть. Ух ты, нихренище себе, ребят! Вы это видели? Это же мега много зомбятины! Вау, 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 вау! Это просто водопад из зомбятины! Эу, вау, 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 пацаны, вообще, ребята, походу... Вау, не, ребят, я не потяну. Бункер... Бункер не для меня, наверное, браво! Просто уничтожение морковки! Я даже не знаю, как это всё правильно-то сделать, смотрите! Очень много, очень много... О, банды, ребят, первая смерть! Вы прожили 11 дней, 20 часов воскреснуть! И получается, что нужно какие-то меры предпринимать. Может быть, взять с собой огнестрел, ну и побольше морковки. Естественно, давайте сейчас скрафтим ещё один комплект брони. Видите, что всё, что я построил, всё, что нажито непосильным трудом, вообще снесли. Я так вот решил, что вообще не буду строить стены, пока, ребят, у меня не будет первый рейд. Первый рейд... Реально, камень лучше поставить одну каменную стену, чем 150 раз что-то другое. Так, глачатина, это парень в чистом виде глок. Вот, так, наверное, пора забендить кнопочку быстрого хила, потому что быстро хилиться это навык выживания. Ну, быстро, ну попробуем, конечно, в этом видео ещё быстро хилиться нам недостаточно. Круто, и так, где я, где, 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 где? Мне нужно скрафтить верёвки, части, куски ткани, растительное волокно. Это где-то всё-таки лежит, оно всё ждёт. Ребят, я уже... Вот, и верёвки, и части ткани, всё это есть. Поэтому, ребят, я с лёгкостью создаю себе хоть какой-никакой, но сайтик для защиты от зомбятины. Так, это вам, это парень в чистом виде зомбятина, да? Пусть не платиной, зато уважуха от приятелей. Ну что, мы, ребят, берём с собой вот такой вот инвентарь и возвращаемся в бункер. Браво, надеюсь, забрать свой трупец и, в принципе, забрать топовый лутец. Несмотря на то, что нас слили, я знаю, что в бункер альфа остаётся, постоянно труп его можно забрать. Главное, не слиться ещё раз. Так, у меня тут появился гуманитарный груз, обязательно мы на него пойдём, если у нас хватит энергии, естественно, ребят. Этот ролик, конечно, блин, закончится быстрее, чем я думал, потому что энергия здесь реально труднодобываемый ресурс. Ну, не ресурс, ну, не знаю, но монетки, у нас есть ещё монетки, по-любасу сходим ещё на гуманитарный груз, там по-любасу нам что-то дадут интересное. Ну, такое количество зомбятины просто нереально выносят все хп. Так, сразу начну шмалять, ребят. Вау, 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 вау. Здесь, конечно, навык спринт был бы как находочка, как золотой, как золото, блин. Но всё равно я вам скажу, что даже пользуясь простым бегом, опа, левел ап, ребят. Круто, конечно, очень серьёзно вот это, блин, какое-то оповещение, зачем ты мне сейчас оповещение? Нам нужно не слиться, обязательно только... Да, блин, стреляй. Смотрите, почему Токсик Бой тоже бегает неплохо? Я вам скажу, что, надеюсь, я здесь найду больше, чем, например, Токсический Толстяк тоже бегает совсем немедленно. Фух, так, ну что, пора, наверное, быстренько сейчас залутать свой труп и получить назад разрушитель. Если, конечно, он тут таки имеется. Где мой труп, ребят? Где-то вот в этом районе по любасу должен быть. Это он, не? Не? Трупа нет, а нет, вот, трупа нет и нет монет. О-о-о, я понял, Толстяк. Опа, они прыгают, ребят, ни хрена себе, усложняет. Хорош. Ну, я вам скажу, что, конечно, с Глоком огнестрел решает, ребят. Ну, на, по щам, по щам, держи. Толстябина. Левый хук в голову. Или это апперкот в голову. И всё, и до свидания. Фух, хорош. Мы пробрались в бункер, браво. И теперь приступим к самому интересному. Лутаем всё, подчистую. Нам нужно всё. Мы выживающий, который только-только начал понимать, как и что, и где. И получается, нам нужно побольше ресурсов. Нам нужно побольше всего. Еда. Всё, что только можно будет найти на этих опасных локациях. И понимать, что они меня убили. Они просто сбили с меня всю бронь. Ещё одно место, где можно хранить лут. Не боясь, что его украдут рейдеры. Не знаю, есть ли рейдеры в Кубл Дуае. Ну, я всё-таки думаю, что должны быть. И что-то интересное. Вот эти зомбятины. Зомбятина эта вся должна, в принципе, охранять. Не зря же они атаковали столь агрессивно. Итак, первый ящик. И это сейчас. Мы увидим, что. Блин, насколько интересно. Это шлем спецвойск. Да почему такой надбитый шлем спецвойск? Да я думал, что-то будет поинтересней. Блин, убитое всё. Ну, ничего, ребят. Мы левел апнули и продолжаем. Тринадцатый левел. Это... Ооо, первый огнестрел автоматически. Автоматическое оружие. Я понимаю, что эти тапки давно уже износили себя. Кепка почтальона и большая птичка. Большая птичка, в принципе, всегда. Большая птичка решает большие проблемы. Поэтому, ребят, всегда нужно иметь в себе в запасе большие аптечки. Так, бензин. Это мы знаем батарейки-подшипники. Что самое главное в выживании? Конечно, не батарейки, не подшипники. Пока что бензин заберём с собой. А там увидим. Потому что с бункера Альфа я не забирал бензолин. Так, взять всё. Будем брать то, что влазит. Да, ну я знаю, что броня лучше всего нужна. И оружие. За всем остальным можно прийти в любой момент. Здесь лут не меняется. Это спецвойск броня и спецвойск... Так, будем знать, что у нас есть где-то вот здесь шлемас. Спецвойск. Если будем что-то серьёзное такое, не знаю, творить, то будем знать, что у нас есть, конечно, очень сильно убитое. Но как бы можно ещё пожить в нём. Пожалуйста, выдержи 10 ударов. Я думаю, что оно выдержит 10 ударов. Так, что мы видим? Здесь часть двигателя вместо флешки. Флешки пока что мне не нужны. Микросхемы тоже. Поэтому, ребята, я понимаю, что вылаживать это всё тоже нужно с инвентаря. Хренакс бункер Чарли. А вот Чарли бункер я бы сходил, если бы он такой был. Вот так, эти Чешки, блин, это всё бронь, часть брони. Давайте аптеки однозначно сейчас сплюсуем с нашими. То есть, в плюс вошёл, хорош, смотрите, здесь вот так от вас освобождаем. И водичка пойдёт, и я там где-то видел болты. Болты в ближайшем будущем будут нам нужны. Смотрите, похож на какого-то почтальона с М16. Почтальон Печкин с М16 в руках. Неплохой почтальон. Ну вот и всё, ребята. Я думаю, что залутали мы всё, что здесь было. И пора отправиться на наш гуманитарный груз. Хотелось бы, конечно, оставить здесь. Ну давайте, верёвки, в принципе, у меня дома есть. Часть ткани у меня тоже дома есть. То есть, большой какой-то надобности в этих ресурсах я пока что не чувствую. И если что, будем знать, что возвратиться сюда можно в любой момент. Болтишки. Ну, болтишки пускай будут. Вот я чувствую, что следующие какие-то там создания, то есть, может быть, какие-то чертежи будут требовать нам именно болтишек. М16, конечно, не хотелось бы тратить. Это естественно. Поэтому попробуем, конечно, скрафтить что-то. Так, бежать. А есть ли реклама? Реклама нету. Но есть купить монеты. Пофиг, ребят. Покупаем. И гуманитарный груз. Как видите, начало игры всегда требует каких-то вложений. Потому что, ну, долго будем очень ждать передвижения вручную. Ну, то есть, чтобы он шёл пешком, а не вот бежать. Поэтому, ребят, сразу задумываешься о донате. Но пока этого делать мы не будем. Еда и жажда у нас в норме. И гуманитарный груз. В принципе, эмочку нет. Это нет. Давайте попробуем в режиме стелса что-то здесь где-то вот так вот пройти. Может быть, даже незамеченным. Немеченным, незамеченным. Что там нам с копьё? Копьё нужно три древесины. Давайте по краю пройдём. Попробуем всё-таки найти. Тить три дерева. Скрафтить копьё. И всё-таки уже с копьём. Блин, нас согрел. Ну, ладно. Что ж уже делать? Держи, держи. Напросился. Фонарик. Блин, может быть вообще кулаками забивать этих зомби? Попробуем кулаками. Почему бы и нет? Если что, лучше тратить бинты, чем огнестрел. Очень-очень тяжело добываемый в этой игре в начале. Поэтому экономия должна быть экономной. И мы будем пользоваться копьём. В данный момент даже я не знаю, что лучше будет. Копьё или просто вручную давать этим зомбям. Ах ты ж. Вот так. Вот 10 урона. Конечно, пробуем, пробуем. Хороший ещё 150 опыта. Конечно, вот бункер. Мне самое главное пройти в бункер. Там и левел полетит. Там и всё, как говорится, у нас будет чинно благородно. Так, подхилимся баночками с бобами. Также экономия перешла, например, на аптечки. Бинты у нас тоже в почёте. Поэтому мы по периметру прошлись. И давайте посмотрим, что это за фрукт. Толстяк 240 хп. Вообще даже и подходить не буду. Экономия должна быть экономной. Ещё 150 раз могу повторить. Поэтому, ребят, вот он. Куманитарный груз. И именно его мы глутаем. И посмотрим, здесь должно... Да блин, толстяк! Плеер. О, блин, ребят. Я думаю, в этот раз... Фух, ребят, я чуть не слился. Это просто был бы... Жесть просто какая-то. Чуть-чуть бы и слился. Да пофиг уже, блин, с этой экономией. Фух. Так, что по штанам у меня, блин. У меня штаны, конечно, немножечко, ребят. Целее. Но самое главное, что мы нашли биту. Бита 20 урона. Вот как бы я старался копьём там орудовать. Но вот бита это шикардос. Это чинно-благородно. Вот так вот сделаем, чтобы... Ну, блин, на последний... Наверное, на последний бы удар. И я бы откинулся. Теперь у меня есть усиленные... Ну, то есть штаны второго левела. Можно сказать так. Проще всего. То есть уже защита их ещё больше. Кувалдометр. Железо, ребят. Усилитель сигнала. Копьё. Вот я думаю, что здесь будет самое нужное. Это изолента. Усилитель сигнала ещё не скоро нам понадобится. Так. Ну, а мы, в принципе, можем прибежать. Здесь зомбятина. Во-во-во-во-во. Уходим. Уходим по чистой воде. Неплохо-неплохо сегодня мы побегали. Бункер Браво. Гуанитарный груз совсем-совсем неплохо пробежались. И увидели, что, где и с чем едят. В принципе, в следующий раз уже попробуем пойти в бункер Альфа. Сколько сможем, сколько там выдержим. Попробуем скрафтить несколько сетов брони. Я не во время видео пойду несколько зелёных локаций зафармлю. Это всё сделается для того, чтобы хоть какой-то шмот нафармить. Попробуем усиливать шмот. Конечно, ещё усилённый шмот нам нужно качнуть. Наверное, как раз я 16-ый левер прокачаю у нас. Какой там левел? У нас 13-ый. Три левела апну на зелёных локациях. Буду фармить заодно, может быть, и дерево, и тут известняк. И всё это, ребят, мы в кучу соберём. И попробуем также что-то уже предподнести бункеру Альфа. То есть, бункер Альфа у нас сейчас главная задача. Наверное, хотя бы зелёные талоны. И будет у нас всё чинно благородно. Как там, мол, волчара? О, сидит нормально. Что мы можем сейчас делать? Мы можем, наверное, скрафтить швейный стол. Мне бы хорошая штука была. Но костёр пойдёт тоже. Известняк. Так, сразу же разложим всё по местам. Большие птички сюда. Это сюда. Броня мы положим вот сюда. Хоть какая, но она есть. Поэтому, ребят, ну, в принципе, я буду заниматься, как говорится, хозяйственными делами. Здесь больше такого сверхинтересного ничего не будет. Вот, копим оружие. Промаха пока я здесь не видел. Но, правда, из автоматического оружия ещё не стрелял. Изолента нужна для досток. Достки у нас тоже есть. Но мне больше интересно. Ломик. Ломик, конечно, дальше ещё появится. Вот и тесак. То есть, доски. Нам нужны доски. Доски. А для этого нужен станок плотника. Плотницкий станок. Его... Ага, плотницкий станок тоже мы можем скрафтить. И, по-моему, даже по руду отдельно ходили специально для плотницкого стола. Где же я эту руду положил? Вот это именно вопрос. Вопросик есть. Вот. Давайте сразу плотницкий стол. Три из пяти. Короче, мне не хватает. Железной руды, чтобы скрафтить нужный нам столик. Там пойдёт плотницкий стол, доски нам нужно будет и всё остальное. Поэтому, ребят, всем спасибо за то, что смотрели. Не забывайте ставить лайки. Ведь от количества набранных лайков всё-таки будут зависеть дальше существования игры Кубл Доя. 40 лайков и выйдет следующий видос. Всем пока-пока. Подписываемся на канал. Если кто ещё не подписался, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok